Здарова бандиты! Но, учитывая новый сезон, характеристики их колоссально изменились. Я вам все это покажу. Мы возьмем топовый обвес на них и залетим, естественно, в рейтинговый бой. Так что, друзья, всем приятного просмотра. Ну а мы начинаем. Вот и все. Все на выход. И, как всегда, спасибо, что выбрали Берданский. Ну что же, бойцы, как вы видите, в данном выпуске я использовал два схожих ранее в характеристиках оружия. М4 и БК-57. Фаворитом для меня всегда являлся М4, но так ли это после обновления в девятом сезоне, мы сейчас и проверим. Для начала я предлагаю посмотреть характеристики сравнения до обновления и сверить с характеристиками после. Как мы помним, друзья, БК-57 превосходила М4 по урону и в дистанции. М4 превосходство имело только в точности. Ну а теперь, друзья, давайте посмотрим, что же вышло после девятого обновления. Ой-ой-ой, друзья, что мы видим? Совсем другие цифры. Урон уменьшился у обоих винтовок, но темп стрельбы увеличился. Точность, подвижность, темп стрельбы и дистанция выше у М4. Управление и урон выше у БК-57. Друзья, игра, я и заметил, что М4 урона наносит меньше, чем раньше. И стабильность у нее значительно ухудшилась. Если раньше эта винтовка славилась тем, что она была самой стабильной и самой точной для меня, это была моя любимая винтовка, то сейчас это... Ну, дальше давайте посмотрим, что это. Как вы видите, стабильность М4 значительно ухудшилась. Винтовку тащила вверх и отдавала вправо. Причем БК-57 чувствовал себя значительно лучше. Его немножко отдавало вправо, немножко влево, но он возвращался в центр и старался держаться цели. Ну и в последнем испытании мы проверим, друзья, лучше ли БК-57 М4 по урону или же хуже. Ну, может быть, они равны. Так что, друзья, смотрите. В голову достаточно сделать БК-57 4 выстрела. В грудь также 4 выстрела. Ну и М4 в голову наносит 4 выстрела. В грудь наносит 5 выстрелов. То есть видно, что урон выше, опять же, у БК-57. Вот такое вот сравнение, друзья. И по ощущениям, и по сравнениям, фаворитом для меня является в данном выпуске БК-57. Он стабильней, он наносит урона больше. В точности у них разница небольшая. И это ощутимо в игре. Так как я играл и на М4, и на БК-57, то проще и комфортнее я себя чувствовал на БК-57. Вот такие вот обвесы я советую поставить на эти оружие. По М4, я думаю, все понятно. По БК-57 единственное, там два одинаковых названия по боевому прикладу. Ставьте тот, который увеличивает скорость прицеливания. Ну и перейдем к главному событию, которым я хотел поделиться за снявшее отдельное видео. Но все-таки решил объединить его в рубрику Топчик из Топчика, чтобы он набрал большей популярности и о нем услышал каждый. Друзья, нас скоро будет тысяча. И как только это произойдет, я запускаю турнир, в котором главной наградой будет 5000 CP игровой валюты. Это за первое место. За второе вы получите боевой пропуск, а за третье место 200 рублей. И это очень внушительные награды, друзья. Для участия в турнире вам всего лишь нужно подписаться на мой канал в Ютубе, подписаться на нашу группу ВКонтакте, так как там будет дублируется вся информация по поводу турнира, поставить лайк под этим видео, чтобы об этом событии узнало как можно больше людей, и написать комментарий. В комментарии указать, я участвую, и ник с игры. В дальнейшем, друзья, я буду стараться связываться с каждым из вас и уже регистрировать сам. Либо я, либо мой помощник. Как только мы наперем нужное количество игроков для турнира, в нашей группе ВКонтакте опубликуется запись, где будет указано время и дата первого отборочного этапа. Этапы будем проводить в режиме онлайн. То есть я запускаю стрим, приглашаю довольно-таки знаменитых ютуберов, и мы вместе это будем смотреть и наблюдать. Так что, друзья, распространяйте эту информацию и это видео среди своих знакомых, близких, для того, чтобы мы максимально в короткий срок собрали нужное количество бойцов и запустили турнир. Ну а с вами был, как всегда, Пламбер. Всем крепкого здоровья, больших успехов и побед. До новых встреч, бойцы! Субтитры сделал DimaTorzok